Привет всем! Вы на канале у Татьяны. Дорогие зрители и подписчики моего канала. В сегодняшнем видео готовим очень вкусный, сытный, быстрый обед для всей семьи. Если тема близка и интересна, начинаем! Приготовление обеда начну с того, что возьму очищенный и вымытый картофель. Нарежу его вот такими пластинами. Приблизительно по пол сантиметра толщиной. А теперь, когда картофель нарезанный, займусь фаршем. У меня фарш свиной. К нему добавлю одно куриное яйцо, крупное. Также добавлю к нему нарезанный лук. Нарезала мелким кубиком два средних лука. Добавляю к фаршу. А теперь заправлю его специями. Но прежде возьму соевый соус и вылив в миску к фаршу. Для вкуса и аромата. Возьму паприку копченую. И добавлю также к фаршу. Соль по вкусу. И, конечно же, молотый перец. Теперь все перемешиваю. Перемешиваю активно минут 5-7. Я подготовила жароустойчивую стеклянную форму. Вылила в нее буквально 2 столовых ложки растительного масла. И теперь смазываю дно и бока растительным маслом. Возьму овощи. У меня здесь перец болгарский и томаты. Отправлю на дно формы. Разравниваю ровным слоем по всей поверхности формы. Возьму немножко соли и подсолю овощи. Возьму заправленный фарш. Он настоялся буквально минут 10. Теперь отправлю сверху на перец и помидоры. Ровным слоем. Разравниваю и слегка вот так прижимаю. Утрамбовываю его. Верхний третий слой из картофеля. Картофель выкладываю внахлёст друг на друга. Картофель сверху нужно подсолить для вкуса. Посыпать приправой картофелю. И сверху всё залить хорошенько сметаной. Сначала вот так, а потом аккуратно лопаточкой размазываю по всей поверхности формы. Форму с обедом я сверху накрыла фольгой. А теперь наш обед отправляю в разогретую на 190 градусов духовку буквально на минут 40. За 10 минут до готовности сниму фольгу и дам обеду зарумяниться. Встретимся с вами через 40 минут. Итак, мои дорогие, в сегодняшнем видео за час буквально мы вместе с вами приготовили вот такой замечательный, вкусный, ароматный и сытный обед. Готовьте и вы готовьте с удовольствием. Это легко и просто и очень вкусно. И до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока, увидимся.